Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что к нам присоединился. Сегодня мы поговорим с вами о сафоре. Это очень, очень, очень полезное растение. Я собирала сафору и набрала целый ящик. Кстати, вместо конфет сейчас я кушаю сливу. Вот в это время нужно собирать, я имею ввиду время конец июня, начало июля, мы собираем цветочки, цветки и бутоны сафоры. В каком состоянии я собираю? Я собираю вот такими вот, гру, как скажем, букетами, да, потом я их разделяю и в период бутонизации, то есть, когда нижние раскрылись, цветочки, а верхние вот еще остаются бутонами. Следует сказать, что растение сафора ядовито, поэтому без рекомендации своих врачей, я имею ввиду врачей, которые, с большой буквы врачи, которые действительно интересуются лечением, а не зарабатыванием денег на химических препаратах. Вот по рекомендации только можно и в точной, в точной пропорции. Сафора вы можете купить везде, но только лишь плоды сафора вы можете купить, а вот цветы лучше заготовить самим. Для чего я собираю цветочки? Цветочки, они очень полезны. Во-первых, судите сами. Там пять основных флавоноидов. Первый флавоноид – это рутин. Он что делает? Укрепляет, очищает стенки капилляров и кровеносных сосудов. Это профилактика инсульта. Второе – это кверцетин. Он помогает снизить давление, укрепляет стенки сосудов, защищает от радиации. И это сильнейший антиоксидант. Справляется с вирусными инфекциями. Вот я именно сейчас добавляю в свой чай по чуть-чуть, по пол чайной ложки вот этих цветочков. Я не рекомендую другим людям употреблять это. Я говорю для своей семьи. Ну, если интернет-семья слушает меня, отлично. Я просто рассказываю о том, что делаю я для того, чтобы укреплять. Просто на чай, какой я делаю обычно. Это чайная ложка облепиховых листьев, чайная ложка, сегодня я делала тархона, эстрагона. Немножечко добавила, вот у меня уже цветет вовсю, календула. Вот она, красавица. Цветки календулы добавила. Вот, и добавила одну чайную ложку сафоры, потому что мне нужно укреплять кровеносные сосуды. Я не хочу, чтобы у меня был купероз. Я не хочу, чтобы у меня были ломкие стенки сосудов. И я знаю, что 5 основных флавоноидов. Это рутин, кверцетин, изорамнитин, кемферол, генистеин. Они помогут мне. И еще есть гликозиды. О гликозитах можно очень долго говорить. Я вкратце скажу, что они расширяют сосуды, они мочегонные, нормализуют работу сердца и центральной нервной системы. Все хорошо, но в правильных пропорциях, дорогие мои. Вот, все хорошо. Именно в цветах, почему я употребляю цветы, именно цветы, ну, я имею в виду вот такие, в период ботанизации. В цветах калий, магний, кальций, железо, йод, бор, цинк, жирные масла, органические кислоты. Вы себе можете представить? Вы себе можете представить, какую прелесть я каждый год собираю? Дошла очередь, чтобы рассказать вам. Потому что моя семья должна об этом знать и не проходить мимо цветущей сафоры. Когда пойдут плоды, я вам расскажу за плодой. Но в данный момент я говорю именно о цветах. Вы знаете, вообще сафора, это родина у нее Япония. И японцы очень активно ее употребляют и используют в народной медицине. Только правильно, правильно используют. И видов сафоры очень много. У нас, лично у нас, я насчитала три вида сафоры. Ну, а в моем, скажем так, в моих садах растет сафора желтоватая. Японская, скажем так, желтеющая. Да, и сафора японская. Именно японская, которая полезная. Оно... Вообще это все деревья, которые относятся к семейству бобовых. Я не знаю, по-моему... Ну, вот на Украине сейчас она вовсю цветет. С конца июня по июль. Я не знаю, может быть, если взять Россию, то в России немножко попозже. Наверное, с июля по август месяцы. Вот. А плоды, наверное, будут созревать в октябре. А у нас на Украине будет созревать в августе. И в сентябре уже будут. Вот. Так что, если я перечислю, насколько полезная сафора, то вы просто обалдеете. Во-первых, почему я говорю о гликозидах, можно говорить бесконечно, потому что они нормализуют гликозиды. Здесь большой процент гликозидов. Они... У них свойство есть такое. Нормализуют работу сердца. У них есть такое свойство, успокаивают нервную систему, расширяют сосуды, усиляют процессы мочевого деления, как я сказала, и борьба с микробами. И способствуют разжижению и выведению мокроты, а также разжижению крови. Здесь есть жирные масла. Они восстанавливают ткани и клетки организма. Они снимают воспаление. Они регулируют обменные процессы. Ускоряют процесс заживления ранок. Нейтрализуют вредные воздействия канцерогенных веществ. Вот насколько полезны. Органические кислоты, которые сюда входят, в сафор, в этот цветочек, они осуществляют биосинтез алкалоидов, вот этих гликозидов и аминокислот вместе. Они, знаете, что делают? Замедляют гнилостные вот эти бородильные процессы, которые в кишечнике у нас. И, конечно же, способствуют регулярному его опорожнению, выведению токсинов и шлаков. Вчера немножко выпила, ходила аж два раза. Чай выпила, я имею в виду. Они улучшают кровеносные сосуды, как я уже говорила. Значит, что у них стимулирование образования эритроцитов происходит. Но не забывайте, что хорошо успокаивает нервную систему. Я хочу на этом тоже сделать акценты. Калий. Калий, ну он, вы знаете, выводит шлаки, нормализует артериальное давление, регулирует обмен веществ водно-солевой баланс, снижает концентрацию углекислоты в крови, устраняет отечность, укрепляет сердечные мышцы. Калий не забывайте, сейчас у кого есть абрикоса, кушаем, продолжаем кушать абрикосу. Устраняет спазмы калий, предупреждает формирование атеросклеротических бляшек. Там есть кальций, кстати, формируют зубки, да, костные ткани, регулируют обмен веществ, укрепляют защитные силы, нормализует функции центральной нервной системы, да, тоже и успокаивает, и укрепляет, и сердце, и сосуды. В общем, все процессы, но в натуральном виде это всё здесь. Конечно же, есть железо. Железо, вы знаете, иммунные силы повышает, образует, также образуют эти эритроциты и способствует синтезу гормонов щитовидной железы, железо. Усиливают выработку гемоглобина, поэтому иммунитет повышается. Нормализует работы мышц, вот кто жалуется, кого крутят мышцы, кто болеет сильно. Здесь цинк обновляет клетки кожи, уменьшает проявление аллергии, ну, в общем, йод, бор, тут чего только нет. Я скажу вам ещё лечебные свойства сафоры, что это противовоспалительное, противоопухолевое, противоотечное, кровоостанавливающее, общеукрепляющее, тонизирующее, жаропонижающее, да, седативное, седативное – это успокаивающее, мочегонное, спазмолитическое, обезболивающее, сосудорасширяющее, противоглисное, антимикробное, потому что вот эти ядовитые вещества, которые, они убивают всех микробов, почему в большом количестве нельзя, в маленьком полезно, да. антисептическое, антимикробное и антисептическое. Вот что это такое. Это бесподобная вещь, бесподобная. У кого атеросклероз, у кого инсульт, у кого анемение ног, вот это всё, у кого проблема, у кого туберкулёз тканей. Кстати, для кожи это бесподобная вещь. Вот почему я сейчас её и собрала. Я буду делать лосьон. Как делать лосьон? Для кожи, для лица, для шеи, для грудной части. Я вам сейчас скажу. Ну, а вы приготовьте свои. У вас уже должна быть тетрадочка отдельно для рецептов, которые вот я вам сейчас рассказываю. Энциклопедия лекарственных трав. Есть у меня такая рубрика. Там, посмотрите на канале. И там все рецепты я диктую. Я их диктую. Кому хочется писать, пишите. Я их не пишу. Значит, как же я делаю лосьон? Очень просто. Берём. Он, кстати, подходит для протирания жирной и смешанной кожи. Что он делает? Он налаживает микроциркуляцию. Помогает убрать акне. Красные пятна. Он очень помогает при гнойничках, при воспалении, экземах и аллергии. Значит, нужно залить 200 грамм сырья сухого. Или сухого, или тогда больше. Тогда 300 грамм вот такого. 300 грамм сухого и 200 грамм вот такого свежего сырья. Заливаем где-то 300 грамм водки. 200 грамм, если сухое сырьё. Вернее, 300 грамм, если сухое сырьё. И 200 грамм, если вот такое свежее. И заливаем 300 грамм водки. Настаиваем где-то, ну, примерно, я настаиваю 2, а то бывает и 3 недели. Потом процедить надо тщательно и протирать 2-3 раза в неделю. Вы знаете, как вот у Чайковского в Арии Роберта из «Опера Иоланта». Помните? Кто может сравниться с Матильдой моей? Кто может сравниться с Матильдой моей? Я вам точно говорю, что ваше личико будет изумительное. Поэтому, дорогие мои Матильдочки, с вами никто не может сравниться, если вы используете Божьи дары, которые так обильно, которыми мы благословлены так обильно в природе, если вы это всё используете правильно, то вам ничего не страшно. Теперь этот лосьон прекрасно промывает ранки. Этот лосьон, лёгкие порезы и ушибы, это изумительный лосьон. Царапки вот эти все. Я не пользуюсь зелёнкой. Я не покупаю зелёнку, потому что я нигде, когда мы ездили с сестру, я не видела нигде в мире, чтобы мазали детей зелёнкой. По-моему, вообще не используют зелёнку. Используют, потому что, ну, как можно ходить с зелёным по улице? Это вообще дебилизм. Это неэстетично. Вот такими вот лосьонами, настойками спиртовыми мажут. Я только этим пользуюсь. Ну, также очень люблю перекись. Ну, перекись, она размягчает, а вот эта рана заживляет. Это первый вот такой вот рецепт. В следующем видео будет ещё более изумительный рецепт. А я вас всех люблю. Целую. Будьте благословенны вы и ваши детки. Дорогие мои, вот этот букет я посвящаю нашим особенным деткам. Особенным деткам. Пожалуйста, не говорите слово «инвалида». Нет, они особенные. Особенные, потому что на этом свете у них особенная миссия. Они наши ангелочки. Они ангелочки, которые контролируют, как их родители, которые также имеют особенную миссию, поскольку они являются воинами света. И как они пройдут эту миссию на земле, войны света? Ангелочки, это контролируйте. Для вас вот такой вот букетик сегодня. Вы такие вот яркие в моей ассоциации. Красивые. А вот это вот, вот это вот календула у меня вот такая красивая растёт. Лечебная. И вы также незаметно являетесь лакмусовой бумажечкой от Бога для ваших родителей. Потому что всё-таки рай нужно заслужить, чтобы туда попасть. Мы должны прославлять каждый день имя Бога за то, что мы уже вырвались на этот уровень под названием Земля. Слава Богу, что мы здесь все. И, несомненно, мы должны встретиться в раю. А я вас всех люблю. Целую. Ваша Катя. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова